Кто-то спрашивал меня, а кнопка Viber есть, когда я рассказывал в одном из своих видео о плагине WhatsApp. Обратите внимание, как вам такое? Пульсация, дергание кнопки, призыв человека начать общаться с вами. Вот такая вот кнопочка Viber, она залипает в углу, можно слева-справа сделать бесплатный для WordPress. Можно отключить на телефоне, ну, конечно, на телефоне лучше не отключать, отключать можно на компьютере, чтобы она не отображалась. Бум, бум, а как вам такое? Несколько вариаций, и все в одном плагине. Это переход на сайт по клику, если у вас есть какой-то сайт, Viber и просто телефон, и все кликабельно. То есть человек заходит со смартфона, пальцем нажимает, например, на телефон, и открывается ввести смс или позвонить данному человеку. То же самое Viber, приложение, ну и сайт соответственно. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт, а я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Давайте разберем настройки данного плагина. Плагин называется вот так, вот его название. В репозитории плагинов можете скачать его по этому названию. У меня уже установлен, давайте разберем настройки. Здесь есть две вкладки. Давайте с первой разберемся. Если вам нужно вывести только телефон, не Viber, да, то есть только телефон, тогда вот здесь вы пишете в поле ваш телефон. Цвет кнопки. Если не поменяете, давайте посмотрим, какой он будет. Сохранить изменения. Обновить. Вот такая красная кнопка, пульсация. По клику, как я уже говорил, будет набор номера. Если нажмем на эту кнопку со своего смартфон-устройства. А вот эта кнопка позволяет сразу показывать номер телефона. Давайте посмотрим. Это тоже интересно. Вот так это выглядит. Цвет кнопки меняется здесь. Соответственно, и давайте дальше. Некоторые моменты я пропущу, потому что вот это залу. Я даже не знаю, что это за приложение. То есть вы вводите номер телефона, и, скорее всего, будет показана кнопка какого-то приложения. Мне даже самому интересно стало, что это за кнопка. То есть вот такая вот кнопка. Не знаю. Возможно, это не русскоязычный какой-то сервис. Давайте дальше. Самое главное – это Viber. Просто ставите свой номер телефона. Нажимаем «Сохранить». Вот у нас Viber. Если нужно только Viber, просто номер телефона вот здесь удаляете. Сохранить. Пойдем на сайт. Будет только Viber. Дальше. Если нужно повесить ссылку на сайт, какой-то ваш сайт, еще один сайт, или сторонний сайт, в общем, сайт-партнер и так далее. Просто проставляем ссылку здесь. Цвет для кнопки. Выбираем. Сохранить. Правда, немножко непонятно, почему иконка письма. Больше похоже, что это email. Отправить уведомление. Но, в общем, вот такая здесь иконка подставляется. Дальше вот эта вся часть – это Facebook. То есть тут можно еще по ID подключить Facebook. Но я думаю, что Facebook не особо распространен для российской аудитории. Здесь есть инструкция, ссылка, как подключить это. В данном видео я показывать это не буду. И Settings. Небольшие настройки. Вот это размер. Ниже нам показано, как надо указать. То есть, например, 1.2. Размер кнопок. Сохранить. Они будут достаточно крупнее. Больше делать не советую, иначе они за края будут заходить. Вообще, лучше размер здесь я бы не ставил. Дальше расположение кнопок слева. И отступ снизу в процентах. Например, 30 ставим. Сохранить. То есть, если они слишком внизу у вас. Вот, например, видите, где они? У нас теперь чуть выше. И слева находятся. Я считаю, что нормально они там расположены по умолчанию. Оставляем так. И все-таки справа. И, наверное, главная опция это скрыть на компьютере. Проверим работоспособность. Видим. На компьютере нет. И дальше можно скрыть на мобильных устройствах, если это вам необходимо. Например, оставить только для компьютеров. Ну, я и там, и там оставляю. Вот такой вот полезный плагин. Субтитры сделал DimaTorzok